1 января 2020 года все встречают по-разному. Кто-то доедает салаты, а кто-то занимается спортом. Участники вегетарианского клуба города Амурска запустили предновогоднюю акцию «Новый год встречаем трезво». Суть акции состояла в том, чтобы как можно больше жителей присоединились к пропаганде здорового образа жизни. Накануне Нового года в социальных сетях «Одноклассники». Это было в начале декабря 2019 года. Озвучены были условия этого конкурса. То есть надо было на своей странице поставить «Изменить аватарку». И на этой аватарке написать «Я Новый год встречаю трезво». Более 20 человек поддержали эту идею. Просмотр данной заметки повысился до отметки 5000. Победителя конкурса выбирали по большему количеству классов. Самая активная стала участница Анна Чупрова. Ее поддержало более 100 человек. Призом стал вегетарианский тортик. Такой конкурс уже проводится второй год подряд. Как отмечает Наталья, что каждый год количество людей, поддерживающих здоровый образ жизни, становится больше. Организаторы вегетарианского клуба пошли дальше. Создали клуб «Благость». Мы единомышленники, люди тоже здорового образа жизни, клуба «Благость» объявили новогоднюю пробежку. То есть это посленовогодняя пробежка. И опять же условия какие были. Мы должны были собраться 1 января после Нового года в 12 часов на площади. Что мы и сделали. К нам присоединились много незнакомых людей. В основном это была молодежь. Мы им выдали трафаретки. Вот такие, как у спортсменов. Мы потом повязали. Так все здорово было. И каждый участник этого новогоднего забега, он имел возможность написать свои желания. У организаторов не было замысла, чтобы люди бежали и обгоняли друг друга. Все участники бежали легкой трусой, при этом разговаривали друг с другом. Веселые бегуны стартовали от площади, добежали до набережной, сделали круг и также легким бегом вернулись на площадь. Чтобы закрепить знакомство, все желающие отправились в кафе. Там же делились своими сокровенными желаниями, которые они написали. Одна девушка писала желания, поразила по значимости ее желания. Она написала, я хочу прожить весь год без критики. Вторая девушка написала, она говорит, я хочу каждый день совершать минимум 3 хороших, добрых поступка. Участие в забеге приняло 15 человек, взрослые и дети. Саму акцию организаторы назвали «Трезвый Амурск». Посредством массовой информации организаторы распространили объявления о предстоящем забеге. На следующий год планируется оповестить и собрать вместе еще больше людей. Тех, чьи интересы за здоровый образ жизни совпадают. Тех, кто хочет разнообразить свою жизнь. И тех, кто не прочь обзавестись новыми знакомствами. Положено хорошее начало. Я думаю, эту традицию мы будем продолжать и продолжать под названием «Трезвый Амурск». А что такое «Трезвый Амурск»? Это замечательные люди, добрые, благочестивые. Они способны делать добрые поступки, милосердие, сострадание. Это совершенно будет присутствовать в их качестве характера. Ну и в заключении хочу сказать, что трезвые родители – это счастливые дети. Трезвое общество – это здоровые нации.